Всем привет! Это вторая серия про шокер, про его доработку. В ней я расскажу, что я нового прикупил для доработки шокера и в планах у меня сделать повышение и понижение мощности удара тока. Во-первых, рассмотрим уже имеющуюся систему от шокера, которая была в прошлом видео. К плате уже был куплен корпус пластиковый, здесь должен быть кулер, его пока нет и в идеале я хочу его включать, когда будет запущена именно программа для шокера, то есть в те моменты, когда запускается программа. Здесь у меня кнопка включения микрокомпьютера, здесь уже идет основа провода, который я показывал и сам пульт управления шокером, но с дополнением я добавил уже четыре провода, которые будут управлять добавлением мощности и уменьшением мощности. дальше был куплен комплект вот таких проводов разных, часть я уже из них использовал, опять же вот допустим для джойстика, именно из них это было сделано, они пригодятся для различных релюшек, чуть дальше это покажу. Также была куплена вот такая платка расширения, сейчас она пока мне не нужна, но возможно пригодится, чтобы делать различные дополнительные переходы. Обычная макетная плата возможно пригодится, то мне ни одной не было. Также наконец-то купил нормальный блок питания от микрокомпьютера, до этого я использовал мобильный от мобильника и при включении микрокомпьютера писалось, что напряжение не соответствует, сейчас все стало нормально. Одной самых дорогих покупок стал вот такой вот тачскрин, он работает как с мышкой, так и чисто по экрану, пальцами можно жмякать будет, он идет в корпусе, корпус продается отдельно. Сюда крепится микрокомпьютер при желании, вот примерно как-то вот так вот. И также одним из самых главных, куда я уже кстати прибабахал проводку. Вот это вот. Это у нас релюшки оптореле, которые будут подключаться как раз кнопки снижения мощности и кнопки повышения мощности. Это чтобы мало ли что-то не перегорело. Вот я уже проводку сделал, все это будет подключаться к джойстику и микрокомпьютеру. Останется только написать программу. на этом обновления закончились. Программу я уже написал, сейчас мы изменим значение доната в 1000 рублей на 10, потому что последний донат у меня был 10 рублей и программа при запуске тестово проверяет последний донат, то есть на 10 рублей она сработает и такая вот получилась система у нас оптореле на понижение на повышение джойстик выключенный блок который ударяет током запускаем программку смотрим джойстик ничего не показывает так включился патрили повышение напряжения пошло так все блок засветился удар током прошел идет понижение все сработало все выключилось программа показывает что был донат и сейчас нет нового доната и так раз несколько секунд идет проверка все в старом режиме если на определенную сумму приходит донат то происходит понижение повышение напряжение зависимости от суммы как то так это все работает в тестовом режиме осталось все это красиво собрать а то тут мешанина из проводов думаю все будет хорошо после всех разборов и сборов получилась вот такая конструкция экран от него провода торчат а вот сзади уже интересное месиво сам микрокомпьютер в корпусе оптореле джойстик на проводе ну все провода туда сюда перекручены так по крайней мере более компактно все это выглядит более менее стабильно стоит вот кнопочка сбоку давайте и жмякнем кнопка включения вот и кнопка питания так ждем включения сейчас сам быстро загрузится посмотрим примерно как это выглядит разрешение поставил большое можно сделать меньше в принципе можно даже пальцем управлять при желании но с мышкой все таки удобнее и самое интересное сразу же выходит изображение на экран монитора то есть после включения микрокомпьютера срабатывает программка которая выводит изображение дополнительно на рабочий монитор вот как то так на этом все если вам понравилось это видео обязательно подписывайтесь на канал ставьте пальцы вверх пишите комментарии все это помогает продвижению канала в будущем будут еще такие же техно видосы и если есть какие то идеи интересные пишите также в комментарии буду рассматривать может что-то и сделаю из этого если мне понравится всем спасибо за внимание всем пока 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 пока